Привет, семья Дивит! Добро пожаловать! Это Троя Мюрсена и Ричард Смит, основатели Дивисошу. Мы очень рады поговорить с вами. Спасибо за вступление! Вчера мы запустили систему и решили записать короткое видео, в котором расскажем, что будет происходить. Мы получили множество отзывов и вопросов. Мы будем записывать такие видео, как это, каждый день, чтобы публиковать такие видео в обозримом будущем каждый день в 5 часов горного времени, пока мы не добьемся полноценного запуска важных функций и их корректной работы, а также, чтобы вы могли быть в курсе происходящего. Первое, о чем мы хотели поговорить, это панель управления, о которой многие из вас знают как о бэк-офисе. Мы называем его панель управления, которую вы видите, когда заходите в систему, и которая содержит информацию о вас и о построении вашей команды. Есть несколько вопросов по панели управления, о которых мы хотели бы держать вас в курсе. На данный момент есть проблема с восстановлением имени пользователя, есть проблема с восстановлением пароля, иногда есть ошибки в адресах электронной почты, бывают случаи, когда адреса вообще нет в системе, есть проблема с подтверждением адресов. По всем этим четырем вопросам мы делаем отдельные обучающие видео, надеясь, они будут закончены сегодня и опубликованы завтра. Вы сможете узнать, как зайти в свою панель управления, это первый этап. Когда вы зайдете в бэк-офис, там будет много информации. У многих из вас есть вопросы об этом. Мы поговорим о персональной рекрутинговой сети, о ТБС, структуре построения команды. Мы поговорим об этом прямо сейчас. Просто знайте, что пока бэк-офис небольшой, и у нем нет большого количества информации. Бэк-офис станет отправной точкой для всего, что вы будете делать в своем бизнесе. Он будет расти и расширяться в течение последующего года, может быть даже больше. Это отличный бэк-офис, мы разрабатываем его по своим методам. Сначала мы расскажем, как попасть в него, а затем в следующем видео поговорим о его функциях и проблемах. Следующее, о чем мы будем говорить, обновление вашей личной информации. Расскажешь об этом? Да, об этом мы уже много раз говорили. Мы не можем допустить, чтобы жители Японии или России были зарегистрированы как жители США. У нас должен быть ваш реальный и правильный адрес, потому что клиенты, которые нам платят, хотят знать, где вы находитесь и что вы реальный человек. Мы хотим дать вам возможность обновлять личную информацию. Также вы должны будете предоставить свои фотографии для работы бэк-офиса и личной рекрутинговой сети. Так, просматривая свою структуру, вы будете видеть фото людей, с которыми работаете. Отлично! Вам нужно понять, что информация, которую вы предоставляете, очень важна для нашей системы. Для нас, для того, чтобы мы могли держать с вами связь для построения вашей структуры, выплаты комиссий. Эта информация – фундамент нашего бизнеса, поэтому мы относимся к ней так серьезно. Мы включим этот функционал, возможно, на следующей неделе. Мы будем сообщать даты, когда будем в них уверены. Это должно будет работать на следующей неделе. Мы изо всех сил над этим работаем. Мы сообщим по всем этим пунктам, со всеми датами, чтобы вы знали, на каком этапе мы находимся. На данный момент мы планируем включить функции профайлов в какой-то из дней следующей недели. Следующий пункт – баллы. Все считают, что за каждое задание Рэнкшер будет начисляться один балл. Ребята, это рабочий процесс. Мы создаем это вместе, и это будет очень интересно. Мы уже обдумываем вторую фазу и разрабатываем некоторые будущие аспекты системы наряду с нынешними. В основном, каждое задание Рэнкшер будет приносить свое количество баллов. Очень редко это будет один балл. Вы можете получить 4, 5, 10, даже сотни, в зависимости от типа задания Рэнкшер. Вы можете увидеть в своем смартфоне и 1500, и 10 000 баллов. Ничего удивительного. Они могут стоить дешевле, в зависимости от того, как они работают. Стоимость баллов зависит от продукта, но мы упростили систему. Так что, когда мы перейдем ко второй фазе, мы сможем делать с баллами Рэнкшер то, что нужно. Точно, я еще немного уточню. Многие из вас слышали в то время, когда мы настраивали систему, рассказывали о том, как она работает, что 1 балл будет равен 1 доллару. Либо вы приходили к такому выводу, когда кто-то говорил, что 100 баллов будет равняться подарочной карте на 100 долларов. Так что, вы посчитали, что 1 балл равен 1 доллар. Нам нужна большая гибкость. Что, если мы представим вам задание Рэнкшер, которое не оплачивается 1 долларом или приносит меньшую комиссию? Мы не хотели разбивать баллы на части, но стоимость балла – это стоимость балла. Балл может стоить 1 доллар, а 10 баллов – 10 центов. Если бы не равнялась стоимость, это по-прежнему то же самое. Так что, не расстраивайтесь, когда видите, что стоимость балла за продукцию в центре вознаграждения выше. Вы получите больше баллов за каждое задание. Это то же самое. Мы просто хотели бы это уточнить. Мы хотим убедиться, что вы понимаете, что мы не понизили стоимость. Это подготовительная мера для того, чтобы двигаться дальше. Мы больше не будем возвращаться к этому вопросу, потому что это так есть и будет. Вот так мы будем делать, и баллы будут представляться еженедельно. Копите их, делайте с ними что захотите, но в конечном счете вы будете получать все заслуженные баллы. Следующие комиссии. Расскажешь? Да, все хотят знать, когда им заплатят. В данном случае есть два фактора. Первое. Мы говорим вам о 10-25 центах, когда проводили предварительный запуск. И сеть росла невероятными темпами. Это неправда. Цена будет в широком диапазоне. Нам не очень приятно оплачивать что-либо в размере менее 10 центов, но могут быть и различия в ту или другую сторону. Но мы также больше не ограничиваемся 25 центами. В программе RankinShare будут задания, за которые будут платиться доллары. Поэтому следите за обновлениями. Это будет очень интересно и задорно. Узнавать в точности, что мы будем вам предоставлять. Я не буду рассказывать более подробно, но программа RankinShare расширяется экспоненциально. И комиссии будут выплачиваться. Об одном я коротко расскажу. Это и о том, что Дарина рассказывала о картах, которые мы будем выпускать. О подарочных картах. Мы должны легализоваться в каждой стране. Когда мы ведем бизнес в вашей стране, мы должны удостовериться в возможности выдавать подарочные карты в данной стране. Это может быть медленным процессом, но мы будем над этим работать. И мы расширяем рынок. Еще одно, о чем я хочу поговорить. Даррен говорил о 4-6 неделях. Ребята, мы стартап. Я говорил правду. И Даррен тоже. От пятницы к пятнице вы будете получать оплату. Но мы должны проработать это. Мы должны проработать всю систему. И Даррен был очень аккуратен, каким должен быть генеральный директор. Дайте нам небольшую фору. Мы сделаем все, чтобы произвести оплату как можно скорее. И в итоге все будет именно так, как все мы говорили. Каждую пятницу вы будете получать оплату. Я скажу еще более детально про каждую пятницу. Все задания немного различаются. Каждый наш клиент обращается с этими заданиями по-разному. Я приведу пример. Допустим, у нас есть задание, и в конце дня клиент подводит итоги и проводит сверку. И сообщает нам, сколько он заплатил и когда. Некоторые наши клиенты платят по итогам дня, по итогам недели, по итогам месяца. Некоторые из них платят в течение недели, некоторые спустя 35-40 дней. Так что за задание, которое вы выполняете в течение недели, мы ожидаем оплату в следующую пятницу. Нам требуется 6 недель, чтобы этот цикл заработал. Понимаете? 4-6 недель. Я не хочу никого пугать. Когда нам заплатят, с этого момента оплата будет повторяться. С этого момента вы можете рассчитывать на получение каких-то комиссий еженедельно. Но нам потребуется некоторое время, чтобы это реализовать. Сейчас мы ищем какие-то креативные моменты, чтобы возможно ускорить этот процесс. Мы не собираемся ничего обещать. Если у нас, как у компании, будет возможность это сделать и платить вам быстрее, мы обязательно так и сделаем. Мы знаем, как это важно для вас. Но на данный момент дело с комиссией обстоит таким образом. Я еще раз вернусь к этому. Мы собираемся делать еженедельные выплаты. Каждую пятницу, но дайте нам возможность дорасти до этого. Давай поговорим о подключении новых участников. Следующее. Подключение новых участников. Почему вы отключили это? Я расскажу, почему вы отключили это. Мы подключили более 200 тысяч людей, а планировали начать с менее чем пятью. Мы должны убедиться, что система работает без боев. Мы собираемся начать выплаты, запустить RackenShare. Но что важно, опять мы возвращаемся к этим данным. Мы должны убедиться, что вы находитесь там, где находитесь. И что вы реальный человек. Начнем. Для работы в бэк-офисе должна быть корректная информация о вас и вашей фотографии. Это очень важно. Это ваша обязанность. Сделать это как можно быстрее, и мы вновь откроем регистрацию новых участников. Да. В последующие несколько дней мы сообщим в наших видео конкретные даты, как только они у нас будут. Пока их у нас нет. Мы откроем регистрацию, как только будем готовы. Вы понимаете, насколько важна эта информация. Она должна быть корректной. Друзья, вам нужно, чтобы у вас была правильная информация. Потому что вы будете получать комиссии с помощью этой системы. Так что нам нужно, чтобы все было правильно. Часть этого профиль. Часть название организации. Прежде чем мы начнем подключать тысячи людей. От этого зависит оплата и нашего труда. Давайте поговорим о PAN и TBS. PAN это личная рекрутинговая сеть. Это ваша структура рекрутинга. Мы хотим дать вам возможность получить всю информацию, которая вам нужна. Так, чтобы вы могли связаться со всеми, кого пригласили вы. Со всеми, кого пригласили те, кого пригласили вы и так далее. Это организация, которую вы создаете. Вот и так, что все помогают друг другу. Это создали мы с троим. Мы полагаем, что меняем все. Мы делаем структуру организации плоской. И все действительно помогают всем. Не только структура над вами и те, кто обычно сбоку. И так же ваша организация. Все перемешаны. Магия этой структуры проявится в будущем. Мы еще будем об этом говорить. Мы сделаем видео о компенсациях, как части вашего приглашения. Мы продолжим об этом говорить. Когда вы полностью усвоите информацию, вы будете поражены. Еще пара вещей об этом. Личная сеть рекрутинга, которая есть у многих из вас в бэк-офисе. Это круг с вами в центре. Если бы у нас были фото, было бы понятнее. Но сейчас вы ничего не видите в TBS, потому что ее там нет. Мы планируем сделать ее в бэк-офисе и на вашем мобильном устройстве. Мы сделаем это нетрадиционным способом. Это не будет деревом, к которому мы привыкли в MLM. Скоро мы сообщим вам более подробную информацию об этом. И поговорим об электронном кошельке. Друзья, поскольку мы начали расти на международном уровне, вы знаете, как быстро мы растем. Нам понадобилось быстро найти решение для этого. Мы нашли его и очень этому рады. Но пока я не буду раскрывать его название. Но у нас совсем скоро будет электронный кошелек. Мы пока не придумаем для него название, но будет ряд вариантов. Мы нашли то, что, по нашему мнению, лучше всего в этом классе и индустрии. Будет ряд вариантов оплаты для вас. Пока не скажу, каких, но мы уже присутствуем на международном уровне. И вам будет очень просто получать свои комиссии. Позднее мы сообщим дополнительную информацию по этому вопросу. Как только это будет готово, мы разместим ссылку в век-офисе для регистрации. Если вы находитесь не в США, вы должны будете предоставить нам определенную информацию. Эта форма называется «Знай своего клиента». Это информация, которую вы должны будете нам представить, чтобы иметь право получать комиссию. Все это будет доступно по ссылке. Давайте поговорим о международном расширении. Я расскажу кратко, но вы должны знать, что мы относимся к этому очень серьезно. Есть 5 стран, на легализации которых мы работаем. В них проходит предпредварительный запуск. У нас есть 50 стран, люди в которых заинтересовано участие. Есть страна, в которой мы уже работаем. Это Колумбия. Правильнее, Колумбия и США. Мы расскажем еще о 5 странах, в которых мы работаем над легальным статусом. Мы сообщим вам о всех странах. Мы будем держать вас в курсе, потому что мир хочет участвовать в DV Social. Да, точно. Мы хотим, чтобы у вас была точная информация, когда вы будете строить свою команду. В следующем видео, или двух, мы представим вам реальный список того, над чем мы работаем. Что будет следующим, чтобы вы все четко понимали. Давайте поговорим о Rank and Share. Мы должны были выйти вчера в прямой эфир. Топ-менеджеры, я, Трой и Даррен собрались, потому что мы получили новое предложение. Эта сеть была действительно под впечатлением от некоторых вещей, которые вы сделали. Мы привели некоторые цифры, да, Трой? Да, для этого мы хотели сделать это проще и легче, чем делали рекламные сети. Так что буквально, если вы можете скачать наше приложение на устройство, ваше задание Rank and Share будет просмотром видео о приложении. Вы просмотрите видео в 15-30 секунд, оцените и поделитесь своим мнением. Там будут выплачены соответствующие баллы и комиссии. Мы также говорили о вопросе о 5, 10, 25. Даррен долго говорил об этом. Вы должны также понять, что мы будем предоставлять вам до 5 заданий Rank and Share в час. Мы будем предоставлять действительно много заданий Rank and Share. Мы приняли такое решение, потому что так будет намного проще. Когда мы это делали, мы работали и с Apple, и с Google, для того, чтобы непременно представить это таким образом. Это абсолютно новая программа, созданная для нас. Мы работали с ними, и они делали то, что нужно. Мы уже представили это ключевым людям в нашей компании и вне ее. Мы будем предоставлять возможность заниматься этим все большему количеству людей. И очень скоро все смогут скачать приложение и выполнять Rank and Share. Извините за задержку, но вы поблагодарите нас в дальнейшем. Все будет работать наилучшим образом. Я бы добавил только одно. Друзья, когда вы отправляете приложение в App Store или Google Play, вы всегда делаете улучшения и изменения. Вам приходится переделывать приложение. Нам приходилось делать это несколько раз. У нас были задержки. Сейчас наше приложение есть у нескольких людей, у нескольких лидеров. Мы видели, как оно работает. Мы находимся в процессе перевода приложения на новый уровень. Мы не знаем, насколько быстро это произойдет. Мы понимаем, что это может расстраивать, но нам приходится так делать. Как только приложение будет полностью одобрено и больше не будет нужно вносить каких-либо изменений, мы сможем представить его всем. И вы поймете, почему нам пришлось сделать это таким образом. Последнее, но не по важности. Вы часть чего-то удивительного. Я верю, что для всех, кто нас слушает, это может стать надеждой. Чем-то, с чем вместе придет Диви. Мы дадим вам надежду и уверенность в себе. Потому что вместе с Диви вы ничего не продаете. Продукт – это вы. Друзья, когда вы видите концепцию, о которой говорит Трой, когда он и Даррен говорят о сообществе, вам это понравится. Мы собираемся поменять все. Речь идет о свободе для мира. Свободе от отчаяния и нужды в деньгах. Стараемся делать наши видео информативными. В следующем видео мы сообщим вам новости об этом. Вам нужна информация. Нужно то, что вы будете рассказывать своим командам. Мы будем предоставлять вам эту информацию. Говорю еще раз. Мы будем записывать видео каждый день и публиковать его в 5 часов по горному времени, чтобы вы получали все новости. Завтра мы расскажем новости по всем этим пунктам. Еще одно. Если у вас есть другие вопросы, которые вас волнуют, высылайте их на наш адрес supportsobaka.div.social Мы добавим вопросы, которые вас интересуют в этот список. Сообщайте нам ваши вопросы. Мы здесь для связи с вами, для того, чтобы работать вместе. Извините нас за задержки, но мы делаем нашу работу правильным образом и сделаем наш проект выдающимся. Спасибо. Мы здесь для того, чтобы помочь миллиону человек и сделать их жизнь намного лучше. Спасибо.